Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Булац Денишеев. Сегодня программа «Актуальная тема» работает в режиме выездной студии. И сегодня мы в гостях у руководителя группы компании «Титан» Вадима Витальевича Бредни. Вадим Витальевич, здравствуйте! Добрый день, Булац! Ну, повод для нашей встречи очень приятный и замечательный. Это уже 14-я по счету байкальская рыбалка. Я помню, в 2005 году мы проводили первую байкальскую рыбалку. Тогда я сделал фильм, который вы недавно буквально выставили на сайт. Особенности национальной рыбалки на Байкале. В этом году 14-й раз мы проводим уже байкальскую рыбалку. Чем будем удивлять? Каков географический диапазон? Да. Каждую рыбалку, конечно, мы готовим с особым трепетом, с ожиданием. Уркомитет работает не просто последние месяцы, а фактически целый год. Потому что одна рыбалка заканчивается и сразу начинается подготовка к следующей байкальской рыбалке. Вот в течение года была подготовка к этой 14-й рыбалке, которая пройдет 30-31 марта на Байкале. И в байкальской гавани это поселок Турка. Поэтому в этой рыбалке, конечно, что нужно отметить? Во-первых, там у них площадка шикарная. Вот это все подготовка прекрасная, хорошая поляна будет. Там уже проходила 10-я юбилейная рыбалка, тем более. И учли все плюсы и минусы, может быть, так скажем. И, конечно, все минусы, которые были, будем превращать теперь в плюсы. Отличный крепкий лед в это время там. И, конечно, уже достроили там маяк, какие там есть сооружения. То есть, фактически, очень красивое место. Тем более, что для республики это место, точка приложения усилий и направление туда туристического потока. Я думаю, что байкальская рыбалка в этом отношении как раз-таки попадает. Сыграет особую роль. Да, особую роль в этом русле. Но, конечно же, сейчас, с учетом того, что у нас, как мы говорим, в оргкомитет у нас входит не только крупный бизнес республики Бурятия, это и министерство и ведомство, также правительство республики во главе с нашим главой Алексеем Самовичем Цеденовым, который сразу же с первого дня поддержал, сказал, что мы будем поддерживать очень мощным административным ресурсом эту байкальскую рыбалку. Потому что, конечно, мы признаем, что это бренд республики Бурятия. Мне это, как первооткрывателю, основателю очень важно и приятно и ответственно. Поэтому, естественно, мы с особым усилием и опытом теперь готовимся, вот уже совсем немного времени осталось, к проведению очередной рыбалки. На эту рыбалку у нас, мы уже сделали традицию, приглашаем всевозможных известных людей, там, вип-гостей и так далее. Поэтому сейчас уже подписали контракт с очень интересным героем известным. Это вот Кузьмич Виктор Бычков из фильма «Особенности национальной рыбалки». Он приедет в этом капюшоне прямо в брезентовый плащ с этой рыжей бородкой. То есть в образе он приедет. Да, в образе будет полностью два дня. Говорит, я буду проведу прекрасное время мечтал на Байкале, на вашей байкальской рыбалке. Я думаю, всем любителям рыбалки и вот этого фильма, такой я сказал, брендового фильма тоже, побывать на Байкале на рыбалке. Поэтому вот из таких моментов. Конечно, хороший призовой фонд, как всегда, это и первый приз автомобиль. У нас Рено, кроссовер, второй там снегоход, третий лодочный мотор, четвертый электростанция, пятый, шестой навигаторы. Итак, до 10-го места 10 призовых мест. Это уже традиция с первой рыбалки, до 14-й доходит. На сегодняшний момент сколько заявок уже подано и из каких регионов и стран приедут участники? Кстати говоря, да, вот сейчас ситуация прямо с каждым днем накаляется, как говорится, геометрической прогрессией, так сказать. И вот уже сейчас 91 команда на сей момент, который мы говорим, каждый день прибавляется по несколько команд. И я думаю, что мой прогноз будет 200 команд, порядка 200, по 4 человека, вот так вот. Ну, посмотрим, потому что каждый раз оно по-новому бывает. Бывало от 100 до 250 команд всегда вот в таком диапазоне. Поэтому я думаю, что вот все-таки будет одно из самых больших количеств в этот раз. А что касается географии, конечно, заявились, во-первых, все города России уже практически. Это вот ребята из Волги, из Татарстана, Москва, Питер есть. Краснодарская команда, Тува, потом Хабаровск, Владивосток, Якуты едут. Это вот наши большие очень партнеры-рыбаки, Алроса выставляет свою команду. Это, ну, все территории были прилегающие, это, конечно же, вот и Читай, и Иркутских очень много. Всегда Красноярск приезжает, Томск, Новосибирск. Вот, а также в этом году приезжает еще команда Казахстана, уже заявку подали. Приезжает несколько команд с Монголии, Китай, там европейская команда, вот я сейчас не знаю, там переговоры ведут они, туристические какие-то агентства переговоры ведут. Вот, поэтому география обширная будет, интерес очень большой, тем более мы выставили в интернет, в Росхороший сделали ролик, промо-ролик, который четко указывает, где, что и когда, и что будет. Поэтому вот так. Вадим Витальевич, вы знаете, я хотел у вас спросить, 14 лет тому назад, когда вы создавали байкальскую рыбалку, понятно, что вы создавали ее к десятилетию компанией Титан, вот поскольку вы сами заядлый рыбак, да? Вы думали, что вот ваши мероприятия через некоторое время станут называть брендом? Ну, наверное, всегда есть такие мысли или желания, но всегда нужно это желание, чтобы много работать, чтобы это осуществилось. Мы просто создали тогда еще просто как соревнования, разовые соревнования делали в 2005 году, ну, вроде компании 10 лет, вроде мы можем организовать, как любители, у меня тоже мои соратники, так скажем, они все тоже любят рыбалку, поэтому мы организовали себя, организовали своих там друзей много рыбаков и пригласили, вызвали, так сказать, на соревнования любых там желающих. Там порядка 80 команд сразу было и хорошие призы были, там у нас лодки, моторы, там все такое, поэтому, конечно, обратили на себя внимание, очень здорово провели, кстати, близко было, вот в Гремячинске проводили эту рыбалку удобно в начале апреля. Конечно, сразу заявила о себе очень громко байкальская рыбалка, поскольку даже в Иркутске они в таком формате не проводили, потому что они проводили параллельно зимнеаду, в которой входило там несколько рыбалочка, там что-то там, чуть ли не там борьба, какие-то забеги там, собачки, ну, что-то там много чего было, это все было лишь какой-то частью вот этой зимнеады. А вот так, чтобы выделено соревнование, конечно, мы провели на Байкале впервые, интерес огромный, иркутяне приехали, и в последующем, как я говорю, их очень много приезжает с удовольствием, потому что это все-таки байкальские соревнования, и, естественно, иркутяне наши, как мы говорим, братья по озеру, они реагируют очень хорошо. Ну, провели соревнования, какая реакция? Только положительная, естественно, все прошло замечательно, все довольны, ну, и сразу вопрос, а следующий год, на следующий будет следующая рыбалка? Ну, как-то, ну, подумать надо еще, да не задумывался вроде бы, хотя, конечно, желание было, чтобы именно реакция была именно положительная. Ну, вот так оно и вышло, естественно, мы сказали, ну, раз на Байкале, везде во всех регионах, кстати, Волга, там, Амур, там, какие-то морские, там, разные, там, озера, там, везде, есть соревнования свои, а на Байкале нету соревнований по рыбалке. Вот, Вадим Витальевич, а вот... Если несправедливость была. Да, да. А вот, ну, все-таки, на душе-то приятно, что вы стали именно инициатором вот проведения такого масштабного мероприятия, которое впоследствии стало таким одним из узнаваемых мероприятий Республики Бурятия. Ну, какой здесь может быть ответ, да? Ну, вот это ответ, который однозначно, вопрос, на который однозначно ответ, да. Ну, конечно, да, поэтому, естественно, мы основали это мероприятие и в последующем мы даже прописали уже технологию проведения байкальской рыбалки. И, я знаю, пройдут годы, наверное, мы как-то там отойдем от этого, и я, и моя команда там, или там группа будут последователи. Сейчас можно открыть такую толстую папочку, и там все написано, как проводить, как готовить, как все проводится, что для этого нужно, какие мероприятия, сколько досок нужно, сколько железок, и так, какие расстояния, какие пространства, ну, вот так все. Поэтому мы серьезно подошли вот с первого дня к проведению, и вот по сей день, естественно, с каждым годом все ответственнее, и выше планка поднимается байкальской рыбалки. — Павел Витальевич, я у вас, наверное, хотел бы такой вопрос спросить, не знаю, покоробит, не покоробит у вас это такой вопрос, да, но вот я человек, выросший на берегу озера в Яравнинском районе, скажем так, представитель и поклонник летней рыбалки. — Вот, вопрос соответствующий, значит, чем отличается летняя рыбалка от зимней, и насколько зимняя рыбалка, она может быть привлекательнее и интереснее, чем летняя? — Ну, вообще, по моему мнению, если рыбак себя называет рыбаком, все равно он должен быть рыбаком круглый год, круглый год, а не так, как вот, ну, бывают такие ситуации, вот я вот летом рыбачу, а зимой не рыбачу, сижу там дома, на диване, и жду лето. — Ну, это несерьезно, мы сибиряки, живем на Байкале, у нас прекрасно много, кроме Байкала, еще рек других и озер, можно ездить, хоть на Гусинку, хоть на Яравну, хоть там на реке, пожалуйста. — Конечно, нужна экипировка, зимняя более серьезная экипировка, начиная от одежды и продолжая там всякие ящики, буры, пешни, снасти другие совершенно. — И я бы вот так не сказал, какая лучше или хуже, интереснее или менее интереснее. Она и та, и та рыбалка прекрасная, например, летом там спиннинговая, прекрасная рыбалка, конечно, это огромное удовольствие, хоть с берега, хоть с лодки. — Зимой это лунка, конечно, ты вот ее пробурил, ты ее забармашил, подготовил, вот это все. Или на мушке, если там на омуле просто, там надо забармашивать все равно. Либо там с подживкой какие-то, окунь, сорога там ловишь, это бормаш или там караед бывает, бывает опарыш, мотыль, червячок, ну что угодно, но главное подбираешь, подбираешь. Когда ты подберешь, то ты испытываешь, конечно, удовольствие, то, что это мастерство. Ну и, естественно, всегда самые матерые рыбаки, так скажем, опытные и целеустремленные, они не остаются без рыбы, они всегда с уловом. Так это и на байкальской рыбалке происходит, на зимней, что самые крутые рыбаки, они все равно ловят, пускай совсем без рыбы, казалось бы, они ловят и попадают в десятку, в топ-10 и, конечно, становятся победителями. Самые-самые случайные люди там, ну, едва ли будут победителями. Это все-таки, как мы говорим, опыт, который, как говорится, есть у человека. И, конечно же, фарт, потому что бывает, так, участок такой, не такой и так далее, но все равно, как правило, это самые лучшие. Поэтому зимняя рыбалка, она по-своему очень-очень интересная, просто нужно, ну, к ней относиться, соответственно, готовиться к ней, обретать навык. И потом она в некотором смысле становится даже еще интереснее, потому что на льду подъехать на машине можно, у тебя в машине все там лежит. У нас, благо, лед очень прочный и крепкий на Байкале и на других подъемах. Поэтому вот, ну, как-то так вот оно, что рыбалка, она должна быть круглый год рыбалкой. И есть она такая. Вадим Витальевич, с появлением байкальской рыбалки, вот как мероприятие самого, да, через некоторое время появились некие такие последователи, да, скажем. Похожие чемпионаты, ну, проводимые в более мелком масштабе. Вот проводятся и на Яравне, насколько я знаю, да, в Яравническом озере. На Гусином озере проводятся тоже чемпионаты там по подлёдному лову. У вас не возникало чувства ревности к этим чемпионатам? Не ездили ли вы посмотреть, как проводят, да? Вот вроде бы, вы же вроде как со стороны наблюдателей, вот вы проводите большой чемпионат, а тут поменьше вроде как. Ну, вопрос, конечно, интересный, но на самом деле всё именно с точностью до наоборот. То есть это наоборот здорово, это прекрасно, когда в каждом районе проводится рыбалка. На сегодняшний день пока ещё не в каждом районе, но это хорошо, когда вот эти вот местные рыбалки проводятся районные, потом оттуда самая команда выставляется на байкальскую рыбалку. Мы уже так и себя и называем в районах, что когда ездим туда, свои команды тоже выставляем. Вот именно, что мы говорим, мы байкальская рыбалка, большая байкальская рыбалка, а вы районные. Причём у них названия у всех интересные. Например, сейчас вот проводится бомская рыбалка, на озере Бом в Хашибири. Мы тоже туда команду выставляем, подарок свой от большой рыбалки. То есть вы везде принимаете участие? Да, потом в Чикуйской, в Кяхтинском районе, и Равнинской, и Равни, в Баунте, там Баунтовская рыбалка, Северная Лунка называется. В Севербайкальске 10-11 марта у них проводится Севербайкальская рыбалка ежегодная. Кстати, там будет 10-я у них тоже юбилейная. И как взялись, ну, конечно, как последователи, но при этом мы с большим удовольствием наблюдаем за ними, поддерживаем их. Сейчас бензобур, большой такой, купили мощный, отправляем им в качестве первого, не первого, это будет у них автомобиль есть, в качестве приза, одного из призов. Потом есть гусинка, ну и так далее. В общем, это очень хорошо. И я думаю, что в каждом районе в конечном итоге должна быть такая своя рыбалка, которая позволяет именно народ объединять не только рыбаков. Ведь рыбалка это не только рыбаки, это еще просто любители активного образа жизни. Которые неравнодушные, которые не любят сидеть дома. Нужно двигаться, свежий воздух. Здорово. Так ведь и байкальская рыбалка на это нацелена. Популяризация не только рыбалки, но и здорового образа жизни. Ну и туризма, конечно же. Судя по вашим таким очень эмоциональным и позитивным ответам, да, складывается впечатление, что проведение и подготовка к байкальской рыбалке дается прямо вот легко и на ура. Да. Прямо вот одним движением руки все исполняется. Ну, складывается впечатление, складывается ощущение такое. Неужели на самом деле так все просто и легко? Или все-таки трудности есть, трудности возникают? Ну, давайте я скажу, что это очень тяжело, по-честному. Тяжело подготовить, все-все-все учесть, все предусмотреть, чтобы все работало. Говорю, просто с годами уже наработалась практика и опыт проведения. Некий автоматизм есть. Люди, команда уже заблаговременно знают все свои действия. Не только, причем, это команда, которая вот только наша команда «Титан», но есть еще наши же партнеры, которые тоже в этой обойме работают. Есть еще оргкомитет, даже вот тот же МЧС, они тоже всегда говорят, ну, наши требования такие-то, мы выйдем туда-то, лед замерим. Вот здесь какие-то плакаты должны висеть, там доски, щиты. Вот. Также это правительство, хорошая поддержка, естественно, нам, потому что оргкомитет проходит постоянно, зампредседателя правительства, вот сейчас Зураев Игорь Иванович. Вот. Естественно, мэрия поддерживает нас техническими там средствами всевозможными. И сцену вот выделяют нам, Александр Михайлович Голков подписал распоряжение, сейчас сцену скоро повезут. Да. Такая хорошая фирменная сцена, ну, чтобы солидно было, не из досок сколоченная, такая алюминиевая, современная сцена, да. Вот. Ну и так далее, если Байкальская гавань там подготовит площадку. То есть задействовано очень много, очень много организаций, и, конечно же, задействовано очень много людей. Ну, наверное, моя задача и моих там подвижников именно с координацией и консолидацией всех вот этих сил, людей, процессов. И в конечном итоге получается вот такой замечательный продукт под названием Байкальская рыбалка. Вадим Витальевич, ну, кроме того, что вы являетесь основателем байкальской рыбалки и группы компании «Титан», да, вы ведь еще и как депутат городского совета, очень активный депутат городского совета, который на округе известен и знаком всем фактически своим избирателям, вас уважает, вас ценит. И я знаю, что у вас есть такая традиция, да, самых активных избирателей вывозить вот как подарок вот на байкальскую рыбалку. Откуда эта традиция появилась? Есть такая традиция, и сейчас такое же намерение есть на эту байкальскую рыбалку вывести в конце марта. Естественно, работая на округе, я всегда открыт для диалога со своими избирателями, отчитываюсь о своей работе ежегодно, это большой отчет, а так, в принципе, ежемесячно идет контакт по работе. Люди очень тоже активные, они требовательные избиратели, особенно по тем наказам, которые ранее были сделаны. Да, безусловно, конечно. Но, как говорится, этого мало, и как дополнительный бонус, когда зашел разговор о байкальской рыбалке, вот, говорит, нам бы съездить. Ну, вот, конечно, мы вот арендуем большой автобус, порядка 30 человек, вот, самых таких активных, особенно это ветераны у нас, ветераны круга нашего пилота Шашковки. Уже несколько раз мы вывозили их на различные мероприятия, в том числе на байкальскую рыбалку. Ну, буквально один день, но эмоции, эмоции на целый год, понимаете. Вот они ждут сейчас уже, когда будет, сейчас будет 8 марта поздравления, там уже список готовят, кто выезжает, в чем выезжает, такая программа будет. Они, потому что очень, действительно, активные люди, пусть не молодые, но зато энергичные, так скажем, и благодарные, самое главное. И я, конечно, как депутат, очень трепетно к этому вопросу отношусь и с огромным удовольствием, кульсами этого люди хотят, очень сильно просят и хотят, то реагирую. И мы вот будем их вывозить, там, горячий обед, прогулка по льду. В принципе, это по времени, как будто бы недолго, зато мощнейший заряд энергетики от Байкала, он ни с чем не сопоставимый, и люди просто счастливы от этого становятся. — Скажите, пожалуйста, а в чем секрет доверительного отношения с своими избирателями? Вот как к депутату вам вопрос. — Ну, доверительное отношение, вот это доверие формируется. Ну, конечно, честность, открытость, прозрачность. У меня был главный, мой девиз был, когда я шел на выборы в 2014 году, это второй созыв уже мой был, это слово «дело-результат». То есть, если сказать слово, ну, слово все говорят. Ну, дело тоже вроде нормально, но еще не до конца понятно. А когда ты говоришь уже результат, то это уже ясно, что «а где результат?» Они же так все спрашивают люди. И я в программу свою, в девиз такие слова и вложил, главное, что я хочу отвечать за тот результат, который вы от меня ждете. Ну, конечно, сделано очень много. Впереди еще предстоит очень много сделать, еще у нас до окончания нашего срока созыва еще достаточно времени. Поэтому я не буду перечислять всех сейчас тех добрых дел и наказов, которые исполнены уже. Ну, по крайней мере, я честно могу сказать, что люди дали положительную оценку, вот у меня было буквально в конце февраля большой отчет, присутствие 200 человек, активных избирателей было. Дали мне положительную оценку, за что я всем благодарен. Ну, буду и дальше так продолжать, так держать. — Хорошо. Возвращаясь к байкальской рыбалке, хотел у вас спросить. Вы как раз там говорили про уловы, что и местность влияет на улов рыбы и так далее, так далее, так далее. Я помню, что в каком-то из годов, честно говоря, не помню, да, около 4 килограммов, что ли, или там даже меньше, что ли, и вот команда выиграла автомобиль, выловив там буквально незначительную килограммов рыбы. — Да, 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 улов такое дело. Ну, как бы вы должны с вами честно все понимать, когда задают мне вопрос, а рыба-то будет? Я говорю, да, рыба будет. Ну, не для всех, как говорится, и, наверное, так, для тех самых матерых рыбаков, потому что, когда на одном маленьком пятачке, это акватория, ну, сколько она у нас, как правило, 250 в глубину и в ширину километра, там, полтора километра, все, до этого относительно маленькой пятачке садится тысяча человек, там, или 800, да, и все сверлят, и все там кормят, то рыбе что делать? Она бедная, там, уже мечется туда-сюда и кушает эту прикормку и так далее. И тут и самые тонкие снасти, как я вот садим. Вот вы сказали, 2,5 килограмма поймали ТГК в 2014 году и выиграли джип. Это был инкрузер 0,76, модель охотник, новый совершенно, все. Они победители на юбилейной рыбалке 10-й стали. Именно за счет чего? Что вот тончайшая снасть. Я подошел, Александр, капитан, копченый весь, черный такой. Я, говорю, всю жизнь рыбачу на озерах, на речках, там, на Байкале. Лесочка 0,12, сторожочек у него, мормышечка маленькая. Я говорю, ты что-то там наживляешь? Ну, конечно, я говорю, опарыша и мотелярин вижу. Да, ну, еще и червячка добавил. Такой бутерброд у него получился. Конечно, рыба походила, походила, ну и... И пришла к нему. И пришла к нему, и все. Вот такой вот он, изощренный рыбак. Вот это так, я как нюанс рассказываю, что-то. И постепенно он одного, второго, третьего окунька в окружении никто не ловит. И он раз, два, три, там, поймал что-то 5-6 окуньков, там, сторожек. Все, он там вытянул, как капитан, всю команду. Они с максимальным результатом пришли к финнущику и уехали на джипе. Ну, самое главное, чтобы рыба была и не было, как в том эпизоде из Яралаша, да? Здесь рыбы нет. Как, чтобы, ну, на черные камни, да? Да, да, да. А рыбалка будет, рыбалка будет такая, что клиент позабудет обо всем. Да. Ну, будем стремиться к тому, что, ну, мы не сидим, сложа руки, мы уже прикормку запускаем туда, в эту акваторию, там, бормош и прочие там разные вещи. Площадка готовится? Да, площадка готовится, во-первых, мы охраняем, сейчас ее ставим под охрану рыбнадзора, чтобы не лезли туда рыбаки, там, не портили будущую рыбалку нам. Естественно, прикормка идет, чтобы, по крайней мере, рыба там максимально могла собраться. Там же речка еще рядом, турка текает, что-то там оттуда там выйдет, там, это подкормится. Ну, я думаю, что без рыбия не будет. Надо готовиться. Ну, примерно, на каков результат рассчитываете, вот, самый максимальный улов, какой может быть, если вот так забегая вперед? Это самый страшный вопрос для меня. Вот это уже потом придется, как говорится, слова отвечать. Вот. Ладно, хорошо. Ну, в любом случае, десятка, ну, десятка, она всегда определяется. Вот на всех соревнованиях, у нас так бывало, что 200 команд, 100 команд вообще ничего не возьмите, не поймало, допустим, да? Ну, или кто-то бросил с середины, кто-то приезжает просто отдохнуть на свежий воздух, устал сидеть, ушел. Ну, вот так это, тут уж свободный, это же фестивальный вариант. Поэтому, а эти ребята, они добросовестно рыбачат там тоненько, и все, и каждый раз там 2,5 килограмма, 2,200, 1800 грамм, 1700, и пошло, пошло. И так вот, можно сказать, там, куда-то там уходит до нуля, грубо говоря, туда. Ну, в любом случае, десятка всегда определяется победителей. Четко. Вадим Витальевич, я предлагаю вам прямо сейчас, глядя в камеру, пригласить вот жителей Республики Бурятия, города Улан-Удэ, ну, и тех, кто нас увидит посредством интернета на байкальскую рыбалку. Спасибо. Вот, пожалуйста, камера. Спасибо, Булат. Во-первых, я еще дополню нюанс, что я сказал про 10 призовых мест, а у нас еще есть места поощрительные. Это три лучших женских команды, это вот, это традиционно уже. Потом, лучшая экипировка, мы тоже будем три места выставлять, потому что очень прекрасно смотреть, глаз радует на людей в там фирменной экипировке. Конечно, безусловно. С ярлыками, с какими-то наклейками, с какими-то украшениями, с флагом. Естественно, мы, как Оргкомитет, будем это оценивать и лучших три команды хорошими такими поощрительными призами наградим. Это также лучшая детская команда. Пожалуйста, выставляйте детей, учите их, тренируйте, просто пусть выйдут, попробуют. Конечно, это будут самый пожилой или взрослый рыбак. Как правило, это там 80-90 лет, кто-то приходит из рыбаков и сидит добросовестно. Пять часов на льду. Ну, как это не поощрить? Обязательно. Самый маленький рыбак, бывает 5-6 лет. Также будем поощрять такие вещи. Потом лучшая команда, лучшая экипировка, группа поддержки приезжает. Я всем предлагаю, руководителям организации, организуйте автобус, посадите своих сотрудников. Приедьте на Байкал, отправьте людей, сами вместе отдохните. Пусть не два дня, а 30-го, 31-го. 31-го, субботу. Отличный выходной день. Ну, как всегда, мы очень много делаем молебнов там и православных, и буддийских. Чтобы было солнце, была хорошая погода. Ну, естественно, отсюда и формируется прекрасное настроение. Поэтому вот так призываем. Потому что там будет хороший общепит очень много. Концертная программа прекрасная будет, которая позволит провести это время весело и задорно. И даже бы, сказал, незабываемо. Мы сразу позиционируем свои мероприятия, как не просто соревнования для спортсменов. Да, там есть спортсмены, есть любители, но это не столь важно. Важно это, наверное, единение с Байкалом, единение друг с другом, единомышленниками. И, конечно, со своими близкими и друзьями. Поэтому формат это такой фестиваль, даже так называют и шоу. Потому что все элементы там, как правило, это хорошая программа. Потом заканчивается фейерверк, шары в небо, костер, йохар. Ну, все будет здорово. То есть все составляющие удачного проведения выходного дня. Победителями будут все. Вы знаете, Вадим Витальевич, в завершение я хочу сказать, что ваши молитвы всегда услышаны. Потому что, сколько бы я ни был на Байкальской рыбалке, всегда замечательная, хорошая погода. Спасибо. Спасибо вам. Так что, дорогие друзья, приезжайте 30-31 марта в озеро Байкал, село Турка, Байкальская гавань. Пройдет замечательный 14-й фестиваль «Байкальская рыбалка». Это была программа «Актуальная тема». Всего доброго и увидимся на Байкале. Редактор субтитров А.Семкин